Великую святыню Великую святыню Великую святыню Великую святыню Великую святыню Великую святыню Участники крестного хода охотно делятся, с какими просьбами они обращаются к святому Георгию. Имя великомученика Георгия известно во всем христианском мире. Этот святой пользуется особой любовью и почитанием в России. Это мужественный воин, который в 303 году бесстрашно исповедовал свою веру перед гонителями христианства и пострадал за Христа. Необыкновенно ярким свидетельством о Боге стало не только его житие, но и бесчисленные случаи помощи этого святого людям. С давних времен святого Георгия особо почитает воины за его заступничество в самых тяжелых ситуациях, за что ему присвоили именование победоносца. Его чтят как воплощение воинской доблести и преданности долгу. Поэтому в нынешнее непростое время церковь призывает нас к сугубой молитве великомученику Георгию за наше Отечество. Верующие прошли по центральным улицам города до Спасовознесенского кафедрального собора. Участие в крестном ходе приняло около 4000 человек. В Спасовознесенском соборе был совершен молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Разруши силы восстающих врагов, да постидятся и посранятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят яко мы имам и божественную помощь, и всем скорби и обстояния сущим, многомощное и низкое заступление. Затем архипастыри Симбирской митрополии соборно совершили божественную литургию. Поклониться мощам святого Георгия приехали прихожане из храмов города и области. Участие в крестном ходе, встреча ковчега с частицей святых мощей и праздничное богослужение стали большим значимым событием для верующих и поводом для искренней радости. Георгия Победонос является покровителем военнослужащих и сотрудников силовых органов. И поэтому, когда поступило предложение поучаствовать не только в охране порядка, а именно как меряне в крестном ходе, мы, конечно, с радостью приняли это приглашение. Ведь участие в крестном ходе усиливает наш дух и еще раз укрепляет нашу веру, без которой нам нельзя выполнять наши задачи. После крестного хода я уверен, что сотрудники, которые в этом участвовали, военнослужащие еще с большей отдачей, будут выполнять свои задачи. Сегодня в крестном ходе приняли участие абсолютно все силовые структуры военнослужащих, которые представлены в Гулиановской области. Это сотрудники МВД, это сотрудники Росгвардии, сотрудники Министерства в первичайном ситуации, сотрудники управления СИН, сотрудники судебных приставов, представители 104-й дивизии военно-воздушных сил. Святой Георгий Победоносец является небесным правителем русского воинства. И в истории есть победа русского народа, связанная с именем этого святого. И сегодня, в такое непростое время, мы должны молиться Святому Великомучу Георгию и просить Господа, чтобы он по молитвам этого святого помогал нашим воинам и избавлял их от плена, смерти и даровал победу. По окончании Божественной Литургии митрополит Лонгин обратился к собравшимся на молитву. Святой Георгий Победоносец с давних времен является правителем русского государства и нашего российского воинства. Это еще более актуализирует сегодняшнее событие, поскольку мы все сами молимся о том, чтобы Господь даровал в глубокий и неотъемлемый мир всем народам Святой Руси. Я надеюсь, что нашим воинам перед святым лучшим даром Божественной Литургии будет дарить в Санкт-Петербурге. Для участников крестного хода, прихожан и гостей собора работала полевая кухня. Было приготовлено около 1300 горячих обедов. Все желающие могли угоститься пирожками с чаем. В течение двух дней пребывания святыни у мощей преподобного совершаются молебны и читаются акафисты. Организовано дежурство православных добровольцев и работа миссионерского уголка, где распространяются информационные буклеты и духовная литература. За два дня пребывания святыни, ковчега с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, множество людей пришло помолиться в Спасовознесенский кафедральный собор. 9 октября Спасовознесенский собор посетил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона помолился святому великомученику Георгию Победоносцу у ковчега с частицей его мощей, затем поклонился святому блаженному Андрею Симбирскому, мощи которого пребывают в соборе. Митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин рассказал Алексею Юрьевичу о состоявшемся 8 октября крестном ходе, в котором приняли участие около 4 тысяч человек. О великомученике Георгии, которого издавна почитают как покровителя и хранителя России и русского воинства, и подарил губернатору икону святого. Уже вечером этого дня верующие пришли, чтобы проводить почитаемую святыню, которая будет доставлена еще в ряд городов России. Мощи святого Георгия Победоносца уже посетили 74 региона нашей Российской Федерации. Из 89 множества городов, сотни городов, и за все это время более 630 тысяч человек смогли приложиться к этой святыне. Для нас очень важно сопровождать мощь великого святого, которого мы просим о победе России над силами зла, о победе наших воинов, о том, чтобы Господь вразумлял их, помогал, укреплял их. И мы служим регулярно в наших московских храмах службы и молебны о победе наших воинов. Организаторы принесения святыни отметили, что встреча ковчега с частицей мощей в Ульяновске прошла на достойном уровне, несмотря на непростые погодные условия. Очень много людей приходило вчера на крестный ход в городе Ульяновске. Лично я был поражен, несмотря на проливной дождь и несмотря на достаточно такую прохладную погоду. Несколько тысяч людей встречали, молились. Впоследствии я уже подошел к одной из женщин и спросил, почему вы здесь? Она ответила, мой сын сейчас на фронте, и я чувствую, обращаясь к этому святому, что вот в этот момент он помогает, он защищает моего сына. В течение двух дней пребывания святыни в соборе несли посменное дежурство православные добровольцы. Они отвечали на вопросы прихожан о графике пребывания святыни, раздавали небольшие иконы и распространяли миссионерские буклеты. Это очень приятно, что люди приходят, приложатся к мощам, тем более сейчас в такой трудный момент у нас в стране, который происходит. И очень радостно и на душе, и такую хотя бы маленькую радость, счастье принести людям хотя бы в такой-то секунде. Мне очень приятно было храму помочь, в котором я хожу периодически. За время пребывания святыни в соборе почтить ее пришло более 10 тысяч человек из Ульяновска и населенных пунктов Ульяновской области. Ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца был доставлен в Симбирскую епархию по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Организационную поддержку оказал Всемирный Русский Народный Собор. Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! На нашу редакционную почту постоянно приходят вопросы от зрителей. Предлагаю сегодня ответить на некоторые из них. Давайте попробуем. Итак, первый вопрос. Почему в молитвах употребляется выражение «раб Божий», а в Евангелии «сыны Божии»? Получается, что христианство проповедует рабство. Как совместить это с тем, что человек создан по образу и подобию Божиему? И с тем, что Господь оставил человеку свободу воли и выбора? Разве может раб уподобляться хозяину и иметь свободу воли? В Евангелии действительно мы называемся сынами Божиими в Священном Писании. А рабами мы называем сами себя по отношению к Богу. Это некий, с одной стороны, если угодно, речевой этикет. Дело в том, что сегодня для нас рабство – это что-то не просто ужасное, но и совершенно непредставимое и небывалое. Но в то время, в эпоху раннего христианства, рабство было естественной формой общественного устройства. Само христианство сделало больше, чем кто бы то ни был, для того, чтобы рабство было уничтожено как явление. Но Христос пришел в мир, в котором рабство было, и первые христиане жили в этом мире, и они относились к этому не с таким чувством, как мы относимся сегодня мы уже после того, как рабство является в общем и в целом преодоленной формой общественного устройства. Хотя, конечно, тоже встречается в самых жутких видах и в наше время. И поэтому это такой, с одной стороны, речевой этикет, когда человек, обращаясь к Богу, хочет показать максимальную свою от него зависимость и максимальную ему преданность. Просто раб не несло всегда такого негативного оттенка. В одной из молитв мы говорим «Я раб твой и сын рабыни твоей я», обращаясь к Богу. То есть, тем самым, как бы, говоря ему, исповедуя перед Богом свою преданность и всецелую отдачу самого себя Богу. Вот. Ну и кроме того, все святые отцы единогласно говорят, что это вот слово «рабство» по отношению к человеку, оно имеет еще и более глубокий смысл. Дело в том, что, несмотря на то, что рабство в общем и в целом преодолено, мы все равно являемся рабами тех или иных своих немощей, страстей, чувств, пристрастий и так далее. То есть, человек рабствует своим привычкам, своим каким-то недостаткам. А когда человек исповедует, что он раб Божий, это значит, что он принадлежит только Богу. И больше ничто им не обладает. Ничто и никто. Собственно говоря, если вот так рассуждать, то раб Божий – это некая высшая форма свободы человека от всего того, что не есть Бог. Вот. Поэтому, помимо речевого этикета, о котором в первом случае я сказал, вот это еще и некое такое исповедание себя преданности Богу и свободы от всего того, что обычно порабощает человека. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин